Уважаемый президент, уважаемые коллеги, я хочу вам представить доклад онкологически заболеваний у пациентов с леч-инфекцией. Можно, чтобы переключалось? Значит, из года в год увеличивается количество пациентов с леч-инфекцией. Обратите свое внимание, что с 1998 до 2001 год увеличилось количество пациентов с леч-инфекцией в более чем 16 раз. На сегодняшний день в Российской Федерации начинка на сегодня тысячи пациентов с леч-инфекцией. Посмотрите, пожалуйста, какое развитие леч-инфекции получило сам в Петербурге. Вот этот экспресс заболевания приходился на 1999-2000 годы, когда наша молодежь употребляла наркотические вещества. На сегодняшний день мы с вами получаем действительно группу пациентов уже с продвинутыми и тяжелыми стадиями леч-инфекции. Это динамика развития именно в Российской Федерации пациентов с тяжелыми стадиями леч-инфекции, которые практически уже нуждаются в оказании приоритетной помощи. Если в 2009 году это был всего 1%, то в 2016 году это уже практически 6% пациентов от общего количества с тяжелыми стадиями леч-инфекции. Почему я обращаю ваше внимание именно на тяжелые стадии леч-инфекции? Потому что это пациенты, требующие мульти-дисциплинарного подхода в именно постановке многих тех заболеваний, с которыми они приходят к нам, в общем-то, за госпитальными помощью. На этом слайде я хотела показать причины смерти пациентов в Российской Федерации. В начале, когда только начали выявляться данные пациенты, в основном они все умирали от спид-индикаторных заболеваний. И на сегодняшний день практически мы получаем ту же картину, и я думаю, что со временем вот этот график, он будет также возрастать. То есть основные причины смерти – это именно заболевания, которые связаны с продюсирующими стадиями леч-инфекции, то есть стадии спида. И в 2016 году умерло более 200 пациентов, из которых почти 50% находили стадии спида и, собственно говоря, умерли от онкологических заболеваний. Дальше. Ой, от аппараталистических заболеваний. Следующее. Наша популяция леч-инфицированная, к сожалению, стареет. И на сегодняшний день у нас пациенты как в Санкт-Петербурге, так и в Российской Федерации – это пациенты старше 40 лет. То есть мы получаем больных мало того, что, во-первых, продвинутых в тяжелых стадиях леч-инфекции, но также с комморбидными состояниями. Увеличивается количество вовлеченных в процесс людей с половым путем передачи. Посмотрите, вот в последние годы, в какой произошел перекресток, то есть парантеральный путь снижается, но увеличивается количество именно передачи леч-инфекции по половым путем. Следующее. Только за 6 месяцев 2016 года зарегистрировано 528 случаев спида, что на 5% больше, чем за аналогичный период, как в 2015 году. Посмотрите, пожалуйста, 4 АВ и 4 В стадии также прогрессивно увеличиваются. Следующее. Прогрессия эпидемии ВИЧ в развитии в Российской Федерации – это высокая доля все-таки у нас на сегодняшний день парантерального противопередачи, позднее выявление иммунизации, то есть вовлечение в процесс женщин и старинную ВИЧ-популяцию. Следующее. Абертонистические заболевания, в общем-то, они очень похожи как в Российской Федерации, так и в Санкт-Петербурге. И туберкулез является основным абертонистическим заболеванием. Кандидозные поражения, токсоплазмоз, анимация заболевания занимает большую роль, играет большую роль, цитометаловирусная. И онкология – 3-4%. Следующее. Если посмотреть на причины смерти именно пациентов, находящихся на антиретровирусной терапии, из 302 больных, мы выделили больных, которые умерли от онкологических процессов. И здесь ВИЧ-ассоциированная онкология и ВИЧ-неассоциированная онкология. Это нехудшинские лимфомы, сархомы, бабыши, рак шейки, матки. Это причины основные, от которых умерли наши больные. Следующий. Еще раз нужно. Значит, онкопатология при ВИЧ-инфекции, естественно, связана со старением нашей популяции. Это стадии спида, хроническое воспаление, апатемистические заболевания, кровоинфекции и, естественно, образ жизни. Это курение, это употребление психоактивных веществ, это мужчины с секс с мужчинами. Это все, естественно, отражается и на прогнозе развития и как ВИЧ-инфекции, так и онкологических процессов. Следующий. Два качественного образования, если при ВИЧ-инфекции мы будем рассматривать, то встречаемость в онкопроцессах в 4 раза чаще, чем в обычной популяции. Например, рак легкого и пищи чаще в 3 раза встречается у наших пациентов. Рак прямой кишки в 29 раз, лимфоагронный лимфатоз в 11 раз. Видим в наших пациентов чаще, чем у обычных больных. Дальше. Основные типы ВИЧ-ассоциированных онкологических заболеваний это сомфома капуши, первичные лимфомы центральной нервной системы, неходжкинские лимфомы и рак шейки матки. Дальше. Причины развития онкологических заболеваний у ВИЧ-инфицированных пациентов это вирусы простого герпеса, первого, второго типа, четвертого типа, шестого, седьмого, восьмого. В начале нашей работы при открытии отделения палеотипной помощи, мы, конечно, учились у онкологов, но в процессе работы мы поняли, что наши больные, в общем-то, отличаются от онкологических пациентов. Всегда задаем вопрос, чем же они отличаются. Конечно, более молодым возрастом, это первое. И основное еще различие – это социальный статус наших пациентов. Конечно, у нас больше асоциальные больные, чаще наших пациентов не хотят видеть дома, и они остаются у нас, в общем-то, на долгие сроки. Поэтому есть у нас отличия. И, естественно, полиорганное поражение, вызванное микс инфекциями и агротонистическими заболеваниями. Следующим. Из проанализированных пациентов с 2009-2016 год в стационаре было пролечено более 13 тысяч больных. И обратите внимание, также у нас идет увеличение количества пациентов в продвинутых тяжелых стадиях ВИЧ-инфекции, 4В и 5-я стадия. Следующий. ВИЧ-ассоциированные опухоли из проанализированных пациентов составили 1%. И, посмотрите, вот за годами мы все больше и больше наблюдаем именно лимфомы, большой рост лимфом, также сархомы капруши. Следующий. Из невИЧ-ассоциированные опухолиум 9% составили. Тоже с различной совершенно патологией нам приходится со врачом-инфекционистом сталкиваться. Следующий. Этот слайд любезно предоставил Некрасова Анастасия. Она исследовала, значит, основные причины смерти у ВИЧ-инфицированных пациентов с онкологическими процессами. И практически при всем онкологическим заболеваниям был выявлен вирус Эйпштейн-2. Следующий. Основные причины смерти у пролеченных пациентов это онкология, которая составила 9,8%, из которых более 50%, 57% составили ВИЧ-ассоциированные к опухоли, и 42% ВИЧ-неассоциированные к опухоли. Следующий. Трудности в лечении, с которыми мы сталкиваемся у наших пациентов. Это, конечно, несколькие проблемы среди 4 лимфоцитов. Когда поступают крайне тяжелые больные, и нам необходимо назначить противовирусную терапию, мы убираемся в том, что таких больных, например, у меня в отделении больше 20-30%, с уровнем CD4, ниже 50 хоби. Это крайне сложные пациенты, потому что онкологи за его лечение просто не возьмутся. Также тяжелые протеолистические инфекции, которые имеются у данных больных, туберкулез, очень часто в активной фазе, зависимость от психоактивных веществ, лико- и тромбоцитопенин. Следующий. Иногда мы получаем часто даже, я бы сказала, что мы получаем у пациентов после консультации врачей-онкологов. И где написано, что, в общем-то, дальше будет именно и проводиться химия, терапия. Но какими препаратами, очень часто, к сожалению, не пишут онкологи. Для чего нам это нужно? В последнее время мы все чаще и чаще стали прибегать, в общем-то, к тому, что наши препараты должны быть совместимы с той терапией, которая, в общем-то, должна проводиться данным пациентам, пациентам с ВИЧ-инфекцией. Немножко правее, это таблица по совместимости с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На этой таблице мы выделили те препараты, которыми обычно лечатся, те схемы, которыми лечатся онкологические больные. И мы постарались сделать такую, как бы, совместимость с нашими препаратами. Поэтому большая просьба к онкологам присылать, может быть, уже после консультации, присылать их пациентов с назначенными схемами, с планированными схемами лечения данной онкологической патологии. Следующий слайд. Удаги тяжелые больные поступают, и мы понимаем, что, прежде всего, наша основная задача назначить профилактические курсы, назначить лечение по оппортунистическим заболеваниям. И если это установлено онкологией, конечно же, связывается с онкологами. Следующий слайд. Еще раз. Вот клинический пример, еще раз. Это женщина, 48 лет, можно еще раз нажать, значит, которая поступила к нам с головной болью в течение четырех месяцев. На МРТ головного мозга, который необходимо нашим пациентам проводить именно с введением контрастного вещества, оказался лептомингальный метастаз рака молочной железы. То есть по МРТ был выставлен диагноз, и дальше мы ее передали онкологам. Следующие. Вот такие сложные пациенты, которые, в общем-то, на глаз, да, мы понимаем, и уже, в общем-то, все инфекционисты, занимающиеся ВИЧ-инфекцией, мы можем предположить диагноз, но мы всегда уже затрудняемся в иммуногистологической верификации диагноза. Без иммуногистологической верификации, к сожалению, наших пациентов тоже нигде не принимают, и, естественно, нигде их не лечат. Следующие. Вот такие вот крайне сложные, действительно больные для нас, тогда, когда мы, в общем-то, крайне остро нуждаемся в консультации онкологов наших. Нет, опять следующий слайд, можно? Значит, нам приходится проводить диагноз довольно часто между лимфом и таксоплазмозом головного мозга. И здесь нам, конечно, помогают лучевики и наши, наверное, умения и знания. Если, допустим, такая диагностика необходима, то эксюбантибус мы даем лечение, назначаем лечение именно таксоплазмоза головного мозга, потому что действительно верифицировать такую вот патологию бывает довольно-таки сложно. И если мы получаем положительную клиническую динамику, то пациенту повезло, и у него таксоплазмоз, с которым мы можем справиться. Следующий. Переключите, пожалуйста, следующий слайд. Не работает, не работает. Вы мне дали, да. Здесь математическая модель, она очень интересная, потому что показаны и выведены именно математически, что у нас пациенты с ВИЧ-инфекцией с течением времени, конечно, будут стареть. Это первое. И онкопатологии мы все чаще и чаще будем сталкиваться с онкологическими процессами. Дальше. Можно следующий слайд? Успех терапии, конечно, будет у нас при уровне СИЗИ-4 не менее 200 клеток. Назначение антиретровирусной терапии необходимо проводить нам с учетом токсичности и межлекарственного взаимодействия. Естественно, сохраненный, когда соматический статут, когда нет коморбидных состояний, тоже легче проводить и нам, и, в общем-то, передавать вам на лечение. Отсутствие тяжелых коморбидных состояний и ремиссии по отсутствию активности приема психоактивных веществ. Дальше. Применение высококактивной антиретровирусной терапии с 2006 года увеличило продолжительность жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией. Но продолжительность жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией будет, естественно, увеличить наличие онкологических и проблем у данных категории больных. А вот профилактический курс протонистических инфекций ранее начало антиретровирусной терапии может снизить количество ВИЧ-инфицированных, ВИЧ-ассоциированных онкологических процессов. Следующий. И лечение таких пациентов необходимо проводить только при командном подходе. Это инфекционисты и онкологи. Коллегиальный клинический опыт будет способствовать выживанию тяжелых пациентов и в продвинутых стадиях. ВИЧ-инфекции и с наличием онкологических проблем. Следующий слайд. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Николаевна. Коллеги, если есть какие-то вопросы, давайте только быстро. Времени мало у нас. Да, пожалуйста. Спасибо большое. На самом деле мы не впервые приглашаем врачей, занимающихся таким заболеванием на нашей сессии. И я все время пытаюсь понять, кто же лечит этих пациентов. Я согласна, что это должно быть коллегиально. Но так же, как у вас находятся пациенты, имеющие онкологические заболевания, что-то вы с ними делаете. Также и у нас лечатся пациенты, которые получают химиотерапию по поводу опухолевых заболеваний, и параллельно они получают лечение по поводу спида. Я задавала уже такие вопросы и слышала разные ответы. Кто должен лечить этих пациентов? Как вы думаете, кто их должен лечить? Где пациент должен находиться? И тогда следующий вопрос сразу же. Хоспис какой для этого пациента? Онкологический, инфекционный? Спасибо за два интересных вопроса, потому что они действительно на самом деле актуальны. Значит, не зря я выделила успехи и неуспехи, так сказать, в терапии. Если больной CD4 с уровнем ниже 50 клеток, у нас его нигде не возьмут. Правда, другой вопрос, если он крайне тяжелый, как нам сделать так, чтобы уровень CD4 выше 50 клеток поднялся очень быстро? Потому что есть такое заболевание, как онкология тоже, которое снижает иммунный статус. И такие больные, конечно, крайне тяжелые. Это первое. Значит, что мы делаем? Если больной к нам поступает с онкологией, конечно, наша основная задача, все-таки давайте не путать, мы инфекционисты, мы обязаны назначить антиретровирусную терапию, а дальше онкологическим процессом должны заниматься онкологи. Не всегда у нас берут этих пациентов с охотой, особенно если они социально дезадаптированы, но тем не менее какие-то компромиссы мы находим. Значит, ответ на первый вопрос, что все-таки онкологическую помощь они должны получать в онкологии. Это первый ответ. Второй ответ. Да, у нас открыто палеоативное отделение, оно функционирует с 2002 года, в том числе хоспис, но мы к себе не берем онкологических больных. Вот это должны знать все. И у нас в каждом районе есть онкологические хосписы, куда обязаны принимать наших пациентов с ВИЧ-инфекцией. Коллега, большое спасибо за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, вы с онкологами взаимодействуете, так сказать, по районированию пациента, который к вам приходит, или же у вас есть какой-то онкологический центр, например, Научно-сельский институт Петрова, с которыми онкологами вы взаимодействуете уже, так сказать, в одном ключе, или же это разные онкологи? Разные онкологи не очень идут с нами на связь, если честно говорить, с нами сотрудничает 31-я больница и первый мединститут, это Горбачевский центр. Спасибо им большое, хочу выразить благодарность. Да, они наших больных консультируют, и реальную помощь мы получаем только оттуда. Еще можно продолжение маленькой ремарки? Я немножко непонятна, если мы говорим об отказе в оказании онкологической помощи, чем мотивируют онкологи? Потому что, ну, я сейчас номер приказа Нездрава не помню, он наизусть, но по этому приказу помощь больным инфицированной ВИЧ должна оказываться стационар к общему онкологическому профилю, во всех буквально. Спасибо. Если говорить о приказах, то существует два приказа, 610-й и 689-й Н приказ от 2007-го года и от 2013-го года о том, что наши пациенты имеют право получать везде помощь. Онкологическая помощь нам никто напрямую не отказывает, но всегда можно отказать настолько культурно, что тебе становится понятно, что видеть наших больных не хотят, к сожалению. Нет прямых отказов абсолютно. Есть опосредованные. всегда можно написать симптоматическую терапию. А 31-й и Горбачевский центры, это центры, которые занимаются заболеванием лимфомы. Лимфомы. Да, лимфомы. Онкологи, нет, мы не отказываем, когда можем, но всегда можно написать симптоматическую терапию. Поэтому вы правильно, извините, правильно сказали о том, что пациенты, как правило, асоциальные, то есть они просто не приходят на лечение. У них свои заботы. Да, поэтому, да. Нет, нет, нет. Ну, да, тяжелый пациент. Нет, мы стараемся лечить всех, кто к нам придет, но на местах все может быть, да. Всегда можно написать симптоматическую терапию. Коллеги, давайте дискуссию, мы все-таки в конце, да. Давайте, вот если к Ольге Николаевне непосредственно вопросов больше нет. Спасибо. Спасибо за внимание.